Привет, те мои дорогие! Спасибо, что заглянули ко мне на огонёк. Сегодня очень необычный день для меня. Я сегодня решила снять видео ни с того ни с сего. Тем более, видео на нетипичную для моего канала тему, или, скажем так, нетипичного формата. Это ответы на вопросы от Элен Элегант. Я ссылку на её канал оставлю внизу под видео. Но я решила, что это очень интересная затея, которая сильно разнообразит мою жизнь, которая в последнее время была без съёмки видео. А тут вот такой небольшой разнообразец, нежданчик. Ну, поехали. Вопрос номер один. Что привело вас на YouTube и что побудило заняться блогерством? Кто помог в этом? Побудило меня заняться блогерством Олеся Крустич. В своё время она организовала совместный проект по пошиву набора Dimensions. По целуя снеговику я вышивала по подбору нитками гамма. Одним из условий проекта были еженедельные отчёты в видеоформате, либо в формате фотографий, которым можно было высылать Олесе. Она бы делала слайд-шоу из этого. А я на тот момент канала не имела. И я подумала, что, скорее всего, буду делать фотографию и высылать Олесе. Но потом я увидела её видео о том, где она рассказывала о себе. И она рассказывала о том, что у неё очень много времени снимает работы, очень мало времени остаётся на хобби. И тогда я подумала, ну вот человек таким трудом выкраивает время на хобби. И получается, если я буду ей высылать фотографии для того, чтобы она монтировала ролик, то я тоже буду занимать какое-то время, которое она могла бы вполне тратить на своё хобби. Я подумала, что как бы мне ни было страшно, я, наверное, буду снимать видео, потому что я всё-таки уважаю время человека, тем более, который решился на организации первого совместника на Ютюбе. И, собственно говоря, с этого и начался мой канал. Что вы ищете здесь и сейчас? Общение, опыт друзей, бизнес и так далее. В последнее время я совсем не добавляю видео, поэтому я в большом счёту, ну, ничего не ищу. Хотя все вышеперечисленное тоже было этапами моего здесь бытия на Ютюбе. То есть и общение, очень-очень много, опыт просто колоссальный, лишь и друзей здесь приобрела. То, что касается бизнеса, ну, бизнес это громко сказано, но тоже были какие-то заказы на создание схем или на создание пошив мягких игрушек зайцев. Так что и в этом плане тоже канал мне несколько так вот подмог. А чего уже достигли, благодарны Ютюб-сообществу или нет, и чего хотели бы достигнуть? Ну, то, что касается достижений, тоже такой вопрос неоднозначный. Я раньше достижений мерила такими вполне осязаемыми вещами, как просмотры, лайки, там, не знаю, количество подписчиков, какие-то, может быть, комментарии положительные или отрицательные и так далее, и так далее, и так далее. Со временем я поняла, что вот такой подход, вот именно сам факт наличия у меня канала и сам факт того, что я смотрю, сколько там лайков, сколько просмотров и чего, зарождает во мне какие-то очень неприятные качества. И я начинаю мыслить оценочным образом. То есть у меня зарождается оценочное мышление, я начинаю сравнивать себя с другими. И в общем и целом это пророждает очень неприятные чувства. Очень неприятные. Я поняла главную вещь, что что бы ты в жизни ни имел, чего бы ты ни достигал, но всегда найдется кто-то, у кого достижения будут скромнее, всегда найдется кто-то, у кого достижения будут круче, чем у тебя. Поэтому по большому счету гонка за такими реалиями, она бесполезна, абсолютно бесполезна. И поэтому моим главным достижением на YouTube-канале является то, что я о себе узнала очень много вещей, пока я вела этот YouTube-канал. Я узнала о себе как много положительного, так и много отрицательного. И, кстати говоря, именно появление оценочного суждения у меня внутри явилось одной из их причин, по которым я на данный момент видео не выкладываю. Скажем так, решающий такой финальный аккорд поставил мой муж, когда сказал, ты когда канал открывал, а ты говорил, что тебе все равно, сколько лайков, сколько просмотров. У тебя был сам кайф от факта ведения канала, от факта того, что ты выкладываешь, что ты делишь и чем-то люди это смотрят. Сейчас же ты смотришь, вот здесь вот получается, здесь не получается, здесь вот смотрят тебя, здесь не смотрят тебя, здесь столько лайков, здесь столько подписчиков. И ты начинаешь сравнивать, и у тебя настроение зависит от того, сколько тебя посмотрел, сколько на тебя подписалось. Я, когда услышала, я поняла, что да, это правда. Я реально в шоке была и подумала, что мне нужно разобрать в себе. Я на время прикрыла канал. И сейчас вот чем я занимаюсь, это такие тренинги по личностному уроку, то я пытаюсь найти себя, пытаюсь понять себя, пытаюсь понять, кто я такая. Для меня на данном этапе это гораздо важнее, чем введение моего канала. Так что вот так вот. А чем вы довольны или недовольны, о чем хотели бы попросить участников вышивального сообщества? А я недовольна шкафом, который на заднем плане. Он все время один и тот же, он какой-то темный и мрачный. Я очень хочу, чтобы фон моих видео поменялся. Но это так. Шутка, это лиричное отступление. Но так вот, если серьезно говорить, я недовольна тем, на что мне открыли глаза другие люди, не я лично. А вот я очень удивилась, когда узнала, что в принципе на ютюбе среди рукодельцев, вышивальщиц есть что делить. Реально, что кто-то там кого-то не так прокомментировал, кто-то кому-то дизлайк поставил. И от этого какие-то конфликты, обидки, непонятки, какие-то вещи. И самое интересное, что это взрослые люди на полном серьезе. Вот для меня это было вот это вот самое такое удивительное. И поэтому, к чему я вас призываю, друзья, будьте экологичными в общении. Постарайтесь относиться к другим так, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам. Представьте, что наше с вами ютюб-сообщество – это лжайка. И как вы будете относиться? Ходите или леете, поливать цветочки, или вы будете швырять фантики? В общем, прежде чем что-то исторгнуть из себя, подумайте о последствиях. Наверное, это очень общий, наверное, такой совет, и очень морализаторский, но это то, как я это вижу. Мне кажется, что если бы все люди относились к другим так, как они хотели бы, чтобы относились к ним, то проблем был бы намного меньше. Как считаете, нужны ли мои видео о выставках, новинках, новостях рукодельного мира или домашний формат видео вполне достаточен? Так, Лен, ну это уже я тебе лично отвечаю. Смотри, вот как мне кажется, конечно, на этот вопрос очень много девочек ответят, и я думаю, они все по-разному ответят. Я считаю так, когда ты принимаешь решение о съемке того или иного видео, всегда ориентируется не на зрителя, а на себя. Это я объясню почему. А дело в том, что есть, конечно, видео, которые имеют больше зрителей, есть видео, которые имеют меньше зрителей. Это я согласна. Там интересно, что на каждом канале это варьируется. То есть, вот, например, у одного блогера больше смотрят болтологических видео, у другого блогера больше смотрят, там, видео о покупках, у третьего, там, больше влогов, у четвертого отчетов, у пятого, например, там, где-то готовых процессов и так далее. Просто, понимаешь, мы все люди индивидуальны, и у нас у каждого есть свои индивидуальные склонности. Мне кажется, что тут нужно ориентироваться на себя. То есть, вот, если тебе нравится снимать видео о выставках, и не просто нравится, а у тебя прет, у тебя такой, знаешь, стрим, inspiration из себя просто прет, тогда нужно снимать. Потому что мне кажется, что большее количество зрителей видео не столько по тематике, сколько по степени вдохновения от автора. О чем бы ты ни снимал, но если у тебя это вот от души идет, то всегда свой зритель найдется. Если ты снимаешь даже на самую актуальную тему, но тебе, ну, как бы сам процесс съемки не очень нравится, то, скорее всего, и просмотров будет не очень. Ну, и как-то вот лайков тоже небольшое количество, потому что всегда чувствуется, когда автор горит своим видео в процессе, а когда, ну, так вот, с натяжечкой. Иногда бывают такие видео, когда кажется, что человек прямо чувствуется, он поборный дисциплины, он снимает это видео просто потому, что он запланировал снять это видео, и по большому счету там вдохновения нет. Это чувствуется всегда. Поэтому вот мой тебе такой призыв будет, ориентируйся на себя, на свое вдохновение, на свое сердце. Снимай только то, что тебе не просто нравится, а чем ты вот реально горишь. Такие видео всегда найдут своих поклонников и своих зрителей, сто процентов. Шестой вопрос. Что вы думаете о встрече вышивающих в реале или виртуальном общении? Скайп, например, вполне достаточно. Вот. Думаю о поводе собраться с пользой для всех. Существует ли он кроме совместных покупок на выставке? Ну, для того, чтобы собраться вместе, повод, в принципе, не нужен, я считаю. Это очень хорошая идея. Другой вопрос, а сколько человек на нее придет? Я, например, очень, ну вот честно скажу, только не смейтесь, надо мной я очень боюсь таких встреч, потому что я человек очень стеснительный, особенно перед теми людьми, которых я никогда в жизни не видела. Тем более, если их больше пяти человек, например. Я знаю, что по большому счету обычно таких встреч уходишь с теплым чувством. Я не знаю, я на таких встреч ни разу не была, но мне кажется, что оттуда уходишь с теплым чувством. Но вот этот вот момент, когда себя надо взять за шкирку, куда-то там поехать в Москве, на встречу, да даже не знаешь с кем, и как-то тебе вот, в общем, не знаю, Вер, честно сказать. С одной стороны и хочется, а с другой стороны и колется. А мне очень интересно, я очень люблю теплые встречи, люблю теплую атмосферу, иногда мне нереально не хватает общения, а с другой стороны, я не знаю, пришла бы я на такую встречу или нет. Потому что я стеснительный человек, нет, стеснительный, я побаиваюсь таких встреч. Вот, если кто что-то имеет против, напишите в комментариях, потому что я знаю, что то, что говорю, это очень по-детски звучит, от ребенка пяти лет, но, честно словом, мне очень тяжело перебороть себя в этом плане. И свой вопрос, что хотите поведать, но не решаетесь. Вопрос, мнение пожеланий и так далее. Ну, вопрос не знаю, как-то у матросов нет вопросов, а вот уж касается, что поведать, но я могу поведать, конечно. А мне есть о чем? О чем? Во-первых, друзья мои, я все-таки пришла к выводу, что создание схем для вышки критикам, это вообще не мое. Вот, честно, ну, не мое это. Я понимаю, что как бы на этом деньги зарабатывать или еще что-то, но я не отношусь к человеку, у которого доллар в глазах загорается, он прям готов все-все-все, лишь бы там заработать вообще. Ну, не мое и все, честное слово. Единственное, что ко мне иногда вот так стучаться в личку, тук-тук-тук, что-то им прям очень-очень надо. Ну, прям вот, когда совсем очень надо, ну, я стараюсь помочь людям. Но это такие единичные случаи, у меня это не, как бы так сказать, не носит такого регулярного характера, и это не то, чем я хотела бы зарабатывать себе на жизнь. Поэтому вот я при всем честном народе говорю, конечно, есть там видео по моим схемам, но это не призыв заказывать у меня схемы, это просто был такой период моей жизни, вот. Второй момент, чебурашку я душевать не буду. Вы мне только не спрашивайте, почему, вот. Ну, это у меня такой болезненный момент, но не буду я душевать, поэтому, пожалуйста, не ждите видео по поводу чебурашки, вот. Хотя, наверное, если мне что-нибудь такое придет в голову, то обязательно буду шить такое, ну, вот. Чебурашку постигла такая участь. Сгинуть безвестности. Вы же меня, конечно, простите. Вот мы тут с Фивкой на коленках сидим, и вот снимаю вам видео. Вот. И, наверное, что еще? Я постараюсь изобновить свой канал, потому что мне нужно... Я и поставила себе цель на следующий год разобраться со всеми, со всеми, со всеми своими долгостроенными по всем видам вышивки, и вообще по всем видам рукоделия, и о некоторых процессах вы даже, честно говоря, даже и не знаете. Потому что я как-то начинала, и их вообще не освещала. И, наверное, выкладывание видео на мой канал, это будет таким стимулирующим способом продвижения моего. Я не знаю, интересно это будет с зрителем или нет. Я решила видео выкладывать в любом случае, интересно это или нет, просто потому что меня это стимулирует. Но если эти видео найдут свой зритель, я буду, конечно, очень рада. А вот, и так по большому счету... Наверное, друзья, мне просто хочется, чтобы всем было хорошо в этом мире, вот честно. И все, что я делаю или чего я не делаю, оно... Ну, я, по крайней мере, стараюсь, чтобы оно было направлено на это. А мне не хотелось бы, чтобы я или моё присутствие на YouTube или мои видео, они порождали какие-то неприятные эмоции у людей. Поэтому вообще, прежде чем, конечно, снять какое-то видео, я стараюсь задуматься над тем, каковы последствия будут, а нужно оно или не нужно. Я не знаю, правильный такой подход или неправильный. Может быть, правильнее снимать действительно обо всём, что хочется выкладывать, не задумываясь. Кто знает? Кто знает? Наверное, так и правильно. Вот, ну, пожалуй, это всё. Вот какое-то такое сумбурное видео получилось. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Леночка, тебе спасибо за вопросы. Было очень интересно. Я... Твои вопросы принесли разнообразию. Это снежное утро. Вот, всем спасибо за внимание, мои дорогие. И надеюсь, что увидимся в следующих видео. Пока-пока.